следующий бой и вот тут к некоторому сожалению он не полностью у нас записан бой который наверное один из главных супер тяжелой категории алексей лезин против виталия кличко финал и мы начинаем его со второго раунда смотреть при счете 4-0 в пользу лезина для разница в габаритах здесь тоже довольно внушительная вну конечно 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 вот я смотрю сразу вспоминаю ваши слова про олега саитова и про суету и мелкие ненужные движения и вот насколько же стиль кличко отличается от того что мы видели его исполнении затем профессионалов на только тут много действительно лишнего делают время но надо было люди нам углу сказать ты что бьешь будущего чемпиона мира там по версии чего ты как-то среди профессионалов это же будущая звезда профессионального бокса остановись вот так стать часто бывает что далеко не все уходят профессиональный бокс там великими чемпионами в любителях но все равно школа любительского бокса это архиважно это азбука это нужно знать нужно нужно научиться азам вообще бокса школе бокса но здесь просто вы знаете люди но он похитрее левша он побыстрее не такими не очень мощными ударами и обыгрывает уходит в сторону наносит удары кличко конечно большая разница между вот даже просто понимание бокса и в школе бокса вот вот помните бои кличко вот последние его годы он же он же он же вытягивал левую руку он же мощно поджимал соперника без права часть нужно совсем другое это молодой кличко который еще не накачал свою мышечную массу то есть еще не качался чем не стал таким здоровым мощным уверенным себе да ну и кстати говоря тут несколько раз то он пробил очков правда за это не получил и уже видите 71 черно же пару раз по моему поднял виталию руку обращаясь к судьям вообще вокруг рингом нет он больше пропускает не пропускает больше больше но не сильных ударов вот лезь на проблему а не мог сильно бить но такой хитренький левша такой знаете очень неудобный закручивает правую сторону от обратить внимание уходит от вправо уходит от прямой а вот золотарел кстати от тренера кличко недавно ему было 55 лет он нам звонил приглашал ему к сожалению смогли приехать значит хороший парень очень много рассказывал про братья и подустал уже немножко кличко ну нет опыта нет уверенности знаете на тот момент и нет нету класса вот все что все что можно было сделать и кличко лучшего все сделали вот самое лучшее то есть подсказывать то есть когда бьешь не лети за своими ударами дальше не валисти соперника уходи в сторону и бей издалека не надо не увалиться правильно через год случится реванш тогда в атланте против лезина выйдет уже младше из братьев кличко в полуфинале и я танцит за старшего него до тогда кстати наверное бокс получат самый удивительного призера олимпийских игр по волк грамм представитель малюсенького островного государства тонга откуда вообще там жался бог совершенно конец на пляже где-нибудь там лёши люди хорошие парень не будет с чувством нюмора немножко вот он все за чисто на ее принимают и все шутки сида них или подшучивали он так это покупался на все на их да вы левое право не может личку ударить право-левое справа может ударить только левое и право потому что руки у него как жерди мощные руки их не для того чтобы ударить три удара нужна другая группа мыс нужна скорость чего ну вот нету кличко скорость есть такая тягучая мощь но этого и достаточно как потом стало ясно это володя кстати в углу вот внизу нужно было за проиграть или они боксируют по моему не боксирует вообще конечно интересно учитывая что они профессионалов друг друга продолжают секундировать ну слава богу да и слава богу вообще модно нынче добрать и там кличко братья трое там березуцкий там 3 на 6 это все другое это не брак я книг сирю очень расскажите честно словно простить что они трое они все рутся но уже у нас были случаи когда футбольные комментаторы на автопилоте говорили братья игношевич и не но они трое играет они уже как эти как три богатыря там до три богатыря к футболу мало и мы отношениями там техники там я не знаю такие крепкие здоровые высокие вот и бы по раунду бы с кличко выпустить каждого по раунду учились бы да ну что 20 секунд остается в этом бою и алексей лезон знаете возможно это даже лучше его бой на любительском ринге поскольку нельзя сказать что он добился каких-то сверх естественных результатов уже вспоминали об этом когда смотрели его бои более ранние бронзовым призером стал в атланте проиграв владимир тимурзиева финале и готовится на чемпионат мира вот точно предвиды похоже нету мощи нету страсти вы знаете нет такого вот чисто боксерского начала здесь